И победа вашей вероятнее. Прикоснуться к святыне и помолиться о наших бойцах в зоне СВО в Борисоглебский собор пришли сотни верующих. Всероссийский молебен о победе уже объединил 89 регионов нашей страны. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что это событие очень значимо для Рязанской области. Сегодня очень значимое для Рязани событие. К нам прибыли мощи Георгия Победоносца. Сегодня собралось огромное количество людей. Здесь люди, которые непосредственно имеют отношение к спецоперации. Те, кто только готовится защищать нашу страну. Большое количество курсантов нашего училища ВДВ, сотрудники Росгвардии, военные. Огромное количество прихожан, которые пришли помолиться в целом за нашу победу. Я считаю, что такие мероприятия, они, конечно, тоже позволяют обществу дополнительно сплачиваться и служат таким дополнительным моральным импульсом в целом для всех нас. В сложные времена вера всегда была силой, которая сплачивает православный народ. Молитва и прикосновение к чудотворным мощам – это разговор с самим святым, уверены представители церкви. Святой Великомученик Георгий издревле почитается небесным покровителем страны российской и ее воинства. Он неоднократно являл свою действенную помощь в самых сложных исторических обстоятельствах. Мы с благодарностью храним память о его чудесном заступничестве в годы Великой Отечественной войны. Сегодня верующие молятся за своих близких, которые защищают нашу страну. За всех тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Всероссийский молебен о победе начался 6 мая в Москве. Закончится он 5 ноября возвращением мощей в Свято-Троицкую Сергию Вулавру.